Всем привет! Всем привет! Начиная шестой ремонтный влог. Сегодня у нас 14 февраля. Всех с праздничком! Мы сегодня едем за техникой в квартиру. Хотим попробовать купить все. Муж уже в двух комнатах застелил полы ОСБ плитой, поэтому, в принципе, можно купить уже технику, поставить. Допустим, она в коробках стоит, потому что цены нереально растут на все. И вот думаем купить, может какие-то акции, скидки будут. И, наверное, мы еще заедем, посмотрим батареи. Все-таки мы решили купить новые. Нам и в магазине посоветовали, и кто-то в комментариях писал, нормальная фирма, что они греют хорошо. В принципе, мы на съемной квартире в предыдущей жили. Там были две батареи чугунных, и одна была дешевая, обычная, от застройщика, новая батарея. В принципе, она нормально грела, но мы возьмем чуть-чуть получше качество, получше фирму, и я думаю, будет нормально. Уже поменяем, да и все, они и смотреться будут хорошо. Короче, все, будем брать. Бли ранее все. Вот такую вот выбрали за 29, она на доводчиках. Если вот эта за 21, она без доводчиков, без телескопических вот этих, хлопает, то это на доводчиках. Короче, вот такую вот черненькую. Потом мы выбрали черную вытяжку, вот эту вот, она выдвигается вперед. И выбрали вот такую вот варочную панель за 22, вот такая вот, она идет с вот такой вот каемочкой. Потом, что мы еще выбрали, и выбрали вот этот белый холодильник. Все дорожает, вот этот холодильник 34, а такой же, где он, вот он, вот этот уже 35, вот этот 36, хотя модель одна и та же, только цвет разный. А на этот еще, говорит, цену не подняли. Вот мы его берем, белый матовый. Вот так вот внутри, вот он сейчас включен, его и не слышно, как он работает. Вот это под мясо холодное, ящик, вот это под овощи. Короче, парнишка нам тут все рассказал и как-то нас переубедил. И учитывая, что в том магазине нам не сказали, что еще от банка вот эти все страховки еще начислят сверху. А здесь нам подсказали все, как сделать, как отказаться от них, чтобы лишние деньги не тратить. И посудомоек сейчас нет, их потом привезут, и нам позвонят. И мы приедем, купим посудомойку. Муж в прошлый раз смотрел, здесь классная посудомойка была, по-моему, около 27 тысяч. Но за то, что мы сейчас технику купим, нам 10 тысяч бонусов насчитают. И потом, когда приедем за посудомойкой, где-то в конце февраля должны их привезти, нам посудомойкой обойдется 16 тысяч. Все, сейчас уже оформляем кредит. Мы протестируем, как раз вам расскажу. А то мне все писали, что хай, а вы ничего берите. Ну, мы изначально выбрали эту ферму, нам почему-то понравилось. Потом мы как-то, знаете, запутались, как-то нас сбили. Но теперь мы снова выбрали это. Индукционная, хорошенькая такая. Вот так вот она выдвигается и работает. Все, купили мы технику. Думали с доставку на вторник оформить. Но потом узнали, что можно сделать как резерв. Грубо говоря, оплатили, да? И потом открытую доставку делаешь и все. Короче, на 2 марта мы поставили доставку. Как бы уже все. Техника будет лежать на складе, ждать, пока ее нам привезут. Потому что сейчас еще обои не клеили, еще ламинат не клеили. Как бы будет она просто под ногами делебаться, спотыкаться через нее, грубо говоря. А так хорошо. Она на складе простоит это все время. Потом привезут уже и ламинат будет лежать. В общем, вот так вот. Взяли мы в рассрочку на 2 года. Если получится, то погасим все раньше. Следующий день мы приехали выбирать батареи. Выбрали вот такие на 8 секций за 7000 рублей. Две батареи. Сразу же пошли выбирать унитаз. Мы изначально планировали ставить инсталляцию. Это где скрытый бачок, да? Но потом поняли, что комнатка слишком маленькая и места там совсем будет мало. Выбрали вот такой вот унитаз за 10670. Крышка на унитазе на доводчиках. Плавно закрывается, ничего хлопать не будет. Обычный беленький мне прям очень понравился. Цена в принципе тоже нормальная. 10 тысяч. Это средний вариант. Есть, конечно, и за 3000, есть и за 20000. И сразу же мы купили раковину, которую присмотрели давным-давно. Она прям очень нам понравилась. Цена раковины 10310 рублей. И раковина устанавливается над стиральной машинкой. Заехали на минутку на квартиру. Муж уже вторую комнату застелил. И здесь уже тоже готово. Прошурупил здесь на кухне полы. Пошпаклевал этот коридорчик. Свет не включали. Нужно будет отшкурить. Тут кусочка у него не хватило, вот этой стяжки. Он другим средством сделал, а оно что-то плоховато было. Кусок вот тут переделывал. Короче, вот так вот. У нас в подъезде меняют щитки. И это хорошо, что они сейчас поменяют. Вот на нашем этаже тоже на этой неделе должны менять. Поменяют. И шум, грязь, пыль. Как раз будет в то время, когда нас тут не будет еще. Пока тут ремонт ведется. А так они там сверлят. Шум такой стоит. Весь этаж отключают. 17 февраля. Старшего на занятия завезли. Младший пока сидит в коляске. А я пришла мужу сегодня помогать. Переоделась уже. Буду красить батареи вот эти вот в белый цвет. Короче, наверное, мы не будем переносить батареи. Голову себе морочить. Так оставим. Только новые радиаторы нам привезут. Когда на 2-е или на 28-е число, по-моему, доставка у нас оформлена. Пока, короче, покрашу батарейки. Сейчас позаметаю. Помогу мужу зашкурить. Короче, младшие мультики наши смотрят. И что хочу сказать. И, наверное, мы несколько дней. Может, дня 3 нужно клей купить для обоев. И, может, мы уже начнем потихоньку клеить обои. Завтра приезжает человек, который уже начнет класть плитку. Вот она тут, наша плитка вся. И младшего мы, наверное, будем сдавать в частный детский садик. Пока вот старший в саду будет. И младшего в частный отдадим. Чтобы мы нормально, спокойно могли поклеить обои. Потому что оставлять детей не с кем, к сожалению. Работать-то надо. Я бы вот с удовольствием ходила бы, делала ремонт. Помогала бы здесь. Снимала бы вам видео какие-нибудь в ускоренном виде. Побольше было бы информации. Но, видите, я сижу дома с детьми. В общем, вот такие дела. Тут пылесос наш с дома. Ладно, все, начинаю сейчас. Позаметаю и потом буду красить. Муж вчера в туалете плитку сбил. Маяки вон приделал. Будет пол сегодня заливать. И запенивает вот там. Вот вчера тоже выдолбил все. Купил пену, а она не та. Чуть-чуть другую взял. Насадка не такая. Мультики, печеньки. Но сидеть что-то сильно-то не хочет. Надо маме поскорее дела делать. Субтитры сделал DimaTorzok Покрасила я в двух комнатах трубы. Потом уже, когда батарею поменяем, вот это тоже закрасим краны эти, чтобы они красным не выделялись. Что могу сказать? Купили мы хорошую, дорогую краску. Нам ее прям посоветовали. Это такая белая полуматовая. Marshall. Для радиаторов. Написано, что разбавлять ее не надо. Выдерживает она там что-то до 90 градусов. Короче, 600 рублей за вот эту вот банку мы отдали. Но в итоге, короче, по-моему, я говорю, можно было дешевую купить. На камеру не так видно. Ну, видите, как... Короче, труба шершавая. Она кипяток, ее просто невозможно рукой держать. Все вот такое вот шершавое. Короче, вот вам и краска за 600 рублей для батарей. Не знаю, короче. Уже перекрашивать не будем. Может, муж потом чуть-чуть попробует отшкурить как-то. Какой-то наждаточкой пройтись. А потом еще раз слой тонкий. Но я не вижу смысла. Потому что, видимо, батарея горячая. И краска просто как сворачивается в той комнате так же. В принципе, ну, белая, да белая труба засвечивает от окна. Белая, белая труба. В принципе, там будет штора. Там ничего видно не будет. Так освежили, да и все, в принципе. Напишите в комментариях по поводу батарей. Переносить на середину окна? Или все-таки оставить вот здесь, да и все? В принципе, тут будет штора висеть. Тут тюль, да, уже пошла. В принципе, новая батарейка будет. Красивая висеть и все. А если переносить сюда на середину? Это еще кусок трубы. Эти все краны будут потом видны. Напишите, как вы думаете. Дайте нам совет. Стоит или нет? Мы сначала думали переносить. Потом уже все определились. Не будем голову себе морочить и ставим их здесь. Мы потом будем, когда снимать вот эти вот куски под батареями, мы шпаклянем. Быстренько высыхает. И клеим со цельным полотном обои. Чтобы уже, знаете, там не вырезать. Чтобы хорошо были поклеены. Потому что чаще всего за батареями там плохо клеят. Потом они отваливаются. Нужно хорошо прям заклеить. Вот, дайте нам советик, пожалуйста. Можь заливает полы. Конечно, разбег очень большой. Туда прям стекает все. Можь залил полы. И осталось теперь дождаться, пока высохнет дынечек. Должно все постоять. Там наверху пропенил. Купил пену. Она такая ужасная вся. Она отваливалась вниз. Вот здесь нужно будет делать лючок. Конечно, это вид весь испортит. Вот здесь лючок. Короб еще нужно будет построить. Как раз сейчас высохнет этот полы. И перед тем, как плитку класть, нужно будет сделать короб здесь. Туалет, конечно, узкий. И короб, конечно, займет место. У нас уже начинаются приятные хлопоты. Уже чуть-чуть, иногда будет чистовая отделка. Намного интереснее будет. Я заказала уже стулья на кухню. Стол. Вчера заказала детям две кроватки, два матраса. Два на матрасника. Две тюли на два окна. Шторы у нас есть. Заказала новые горшки для цветов. Будем пересаживать, чтобы уже все беленькие одинаковые были. В общем, вот такая вот у нас обстановочка. Приятные хлопоты. Ну что, мы будем, наверное, заканчивать этот влог. Кирюха уже в коляске не сидит. Уже скоро нужно собираться и идти за старшим. Забирать у нас занятий. Все. Прощаюсь с вами. Увидимся в следующем ремонтном влоге. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok